Ну, наверное, я сожалею о том, что, к сожалению, зрение потерял достаточно рано, и в том возрасте я еще не мог в полной мере, например, наслаждаться, как-то понимать, вникать в искусство, живопись. Многие вещи для меня сейчас недоступны, потому что тогда я этим не интересовался, не знал, а сейчас я с удовольствием познакомился бы с наследием, то, что человечество накопило в этой области, но пока что, пока что но. Технологии развиваются, на мой взгляд, достаточно быстро и стремительно, так что изменения, в том числе и в медицинской сфере, достаточно существенные, и человечество и в этом направлении делает большие успехи. Поэтому я думаю, что вполне возможно через несколько десятилетий будут возможны такие операции, такого рода вмешательства и так далее, которые людям сегодняшнего дня окажутся маловозможными, но это станет днем, таким будничным явлением. Так что я думаю, это возможно. Но говорить о том, как это отразится на мне сейчас трудно, потому что я не знаю, каким я буду тогда, а это будет отражаться на том человеке, который будет существовать через несколько десятилетий, а не сегодня. Поэтому, к сожалению, не могу этого сказать. Может быть, мне тогда это будет крайне важно, что-то это мне позволит делать другое. Может быть, мне это тогда будет так, ну, интересно, но не более того. Может, я буду чем-то другим таким заниматься, что это плюс небольшой, но не сильно что-то изменит. Я надеюсь, что он еще будет зеленым, что еще можно будет, так сказать, заметить что-то непосредственно такое природное и естественное. Все-таки я думаю, что мы осознаем ценность того, что есть, и не все будет переформатировано. Но, мне кажется, вместе с этим будут изменения существенные, как раз то, что касается обустраивания искусственной среды человеческой жизни, то есть общества, коммуникации в широком смысле. Поэтому это будет, безусловно, какой-то новый в каком-то смысле мир. Мир. Если мы вернемся на 40 лет назад, мы увидим другой мир. И то же самое, я думаю, уверен даже, что будет и спустя 40 лет, и даже еще более существенные изменения, потому что вот как раз скорость этих изменений сейчас явно выше, нежели было там 40, 50 или 100 лет назад. Поэтому вполне возможно, что это чем-то будет походить на то, что описывали некоторые фантасты, то, что встречаем в кино, то есть много чего интересного. Я считаю, что противостояние между психикой и судьбой, оно в каком-то смысле искусственное, и можно его рассматривать только вот в определенном контексте. Если человек действительно носитель мировоззрения определенного, тогда у него могут быть такие вот такого рода конфликты. Если же воспринимать их по отдельности или, может быть, что-то вовсе не считать действительностью, например, судьба, не думаю, что каждый человек согласится с тем, что есть судьба в таком, ну, в детерминистском ключе, да, то, что есть предопределенность, есть какая-то начертанность там и так далее. То есть с этим можно поспорить. Я лично не уверен, что это так. А психика, она все-таки, в отличие от судьбы, как раз позволяет нам гибко реагировать, то есть адаптироваться. На то она и дана нам в зависимости от тех условий, куда мы попадаем. И в этом, наверное, есть основное преимущество человека перед всеми остальными существами на Земле, что наша психика, она позволяет нам быть таким, вот какого требуют от нас условия. И, соответственно, мы должны этим пользоваться. Эту психику тоже надо развивать. Она не дается, к сожалению, с рождения в том виде, в котором человек, скажем так, добивается каких-то успехов именно как человек. Когда взрослел, то есть там после подросткового возраста, в том числе и, может быть, там по какой-то причине и той, что потерял зрение и так далее, то есть приходилось как-то находить смысл вообще, вот что это жизнь, зачем, как, как правильно прожить, как неправильно, что можно, чего нельзя. Но это достаточно обычное явление, мне кажется, все люди в том или ином возрасте этим сталкиваются. Ну, и я с этим столкнулся, знакомился там с различными реликвиозными традициями, да, в том числе и, может быть, не очень традиционными, с философскими работами, да, мыслительными. А как другие люди-то на это отвечали, что они считали, как… Ну, должен сказать, что не смог я ничего такого найти, вот с чем бы я согласился полностью, решил, вот, я привержен теперь этого течения, этого направления, я тоже так считаю. Ну, все это как-то повлияло и позволило выработать какое-то свое мировоззрение, там, мироощущение, которое на сегодня мне позволяет вполне гармонично жить и не испытывать никаких мучений. Ну, я думаю, характер, скорее всего, определяет образ жизни человека, а образ жизни уже определяет внешность, поэтому, я думаю, взаимосвязь тут прямая, от характера очень многое может зависеть. Человек в зависимости от того, как он живет, какой у него образ жизни, соответственно, и выглядит во многом от этого. А это напрямую же выходит на то, как у него характер, какой он человек, чем он интересуется и так далее, тому подобное. Для меня ложь, наверное, всякая неискренность с близкими людьми, которые рассчитывают на то, что ты с ним искренен. То есть, если ты считаешь, что этому человеку нужно знать то, что ты от него скрываешь, и это повлияло бы на что-то, может быть, на его отношение, то есть это было бы существенно. А ты это скрываешь или, соответственно, говоришь противоположное, то это, наверное, ложь. И я лично не считаю, что ложь во благо достаточно хорошее дело, и нужно к этому прибегать. Мне трудно придумать даже случай, где бы действительно ложь была бы единственным верным и правильным направлением действий. Думаю, что все-таки, скорее всего, нужно от нее уходить и находить такие пути, которые позволят не прибегать к этому, ну, назовем так это, метод. Зрение потерял в ходе очень неудачной врачебной ошибки, операции, назовем это так. То есть я пошел на операцию, видел, а когда уже вернулся, я уже ничего не видел. То есть это была врачебная ошибка. И все это делало не столь ужасным, скажем так, то, что говорили, что это явление временное. Там пройдет неделя, две, потом месяц, два, потом шесть месяцев, год, и как бы все вернется. Поэтому постоянно было такое ожидание того, что это нужно преждать и пройдет. Но это, к сожалению, тоже как раз была ложь, потому что они прекрасно понимали, что это через неделю и две не пройдет, что они совершили большую ошибку. Но тогда это вот ребенку, скажем так, помогало, может быть, не осознавать всю, ну, всю горечь положения, что ли. Я не оправдываю такую ложь, потому что тем самым они вводили в заблуждение как меня, так же моих родителей, и помешали принимать вот изначально те шаги, которые помогли бы адаптироваться уже к жизни, исходя из тех условий, у которых пришлось бы жить. Не думаю, что я сейчас могу сказать, в чем мое призвание. если очень красиво, наверное, быть собой, а что это означает, нужно вот как-то каждый день определять для себя, делать то, что тебе приносит все-таки какую-то радость, жить сегодняшним днем в том плане, что не забывать о том, что есть день завтрашний, но все-таки день завтрашний сам позаботиться о себе, как вот Иисус еще говорил, да, все-таки делать свое дело сегодня и иметь какое-то представление о том, что ты делаешь. А дальше, как повернется, Бог его знает. Субтитры создавал DimaTorzok